Продолжаем. Их интеллектуальную собственность, вот поэтому в компании достаточно жесткая всегда политика по отношению неразглашения, то есть поэтому как бы нельзя просто взять какой-то готовый пример, да, и вам его показать, вот, но как бы обладая определенными знаниями, определенным опытом в том, какие системы бывают, да, ну, потому что я сейчас работаю в промышленной компании, я знаю, как это все делается, вот, я могу, соответственно, найти подходящую статью, которая описывает похожий подход, да. Вот, конкретно это, конечно, скорее всего, нет, то есть тут товарищи тоже связаны с промышленностью, да, но они в первую очередь разрабатывают пакеты моделирования, вот, поэтому, конечно, то, что они показывают, это такие демки, называется демки, вот, но в целом подход примерно тот же, и вот то, что я вижу, как бы, там, где я работаю, да, оно примерно вот такое есть, то есть там, та же компания Siemens, да, где я работаю, у них есть целая линейка продуктов по построению систем вот этих цифровых двойников, да, то есть моделей сложных, комплексных, вот, и у них там свой набор компонентов, да, то есть у них там есть общий такой продукт, там, TeamCenter, который позволяет вам интегрировать разные модели, ну, интегрировать не в смысле операции интегрирования, в смысле создания таких комплексных моделей, да, отслеживания жизненного цикла, там, есть пакет EMEZIM, который тоже использует язык моделика, по такому же принципу позволяет вам строить эти модели, есть свои, там, пакеты NX, которые позволяют вам вот такие методы конечных элементов моделировать, вот, то есть у каждой, у каждой, как бы, корпорации есть, ну, корпорация, которая промышленными технологиями занимается, там, типа Siemens, ну, тут Ansys, да, которые предлагают свой набор инструментов, но суть этих инструментов, она примерно одна и та же, то есть, вы строите некоторую модель на языке предметной области, вот, и это тот подход, который вам нужно для, ну, где-то отложить себе там в голове, да, что, потому что, скорее всего, если вы будете иметь дело с какими-то более-менее сложными системами инженерными, техническими, скорее всего, вы вот нечто подобное увидите, в конце концов, может быть, не сразу, может быть, вы не будете напрямую этим заниматься, да, но так или иначе вы увидите, что этот подход, он достаточно популярен сейчас. Но все, что сейчас про цифровые двойники идет, оно так или иначе, в конце концов, сводится вот к такому, к построению таких вот интегрированных моделей, да, стоящих из огромного количества компонент, там, черт ногу сломит, там, ну, понятно, что они не такие модели, да, они гораздо сложнее, вот, и вот как раз таки, но компоненты, да, они строятся вот таким образом, то есть, снизу вверх, то есть, берется, например, схема электрическая, там, да, и с помощью нее строятся из таких булочков. Вот, тут важно понять, да, что на практике, как бы, никто не занимается дифференциальными уравнениями, вот, дифференциальными уравнениями занимаются в университетах, в академии наук, различные ученые, да, там, доценты, профессора, вот, они даже, соответственно, есть специальные обученные товарищи, которые, вот, как вот эти товарищи, да, которые занимаются переносом вот этих дифференциальных уравнений, придуманных профессорами, там, по отдельным каким-то эффектам, переноса их, то есть создание вот таких вот стандартных булочков, таких вот маленьких булочков, кирпичиков, с которых вы потом будете строить, вы уже как инженеры, как практики, будете строить уже непосредственно модель вашего цифрового двойника. Вот вам надо понять вот эту пищевую цепочку, понять, где вы в ней находитесь, то есть к чему вы будете стремиться в вашей жизни. То есть вы либо там профессор-доцент, который будет заниматься чисто дифференциальными уравнениями, расчетами, исследованиями, да, либо вы вот эти вот товарищи, которые разрабатывают элементы стандартные, да, там на языке моделика, описывают, как ведет себя там вольтметр, если его подсоединить там слева-справа там к чему-то еще. Вот, и есть еще, ну, есть, понятно, еще вокруг всякая шушера, которая там всякие демки делает, то есть они, может быть, не делают какую-то реальную систему, да, но они просто демонстрируют возможности этого пакета, да. Да, и есть инженеры, которые решают реальные задачи, то есть они используют вот эти вещи, они используют как инструмент для построения цифровых моделей, вот. И примеры такие есть, но вот, к сожалению, да, я не могу вам реальные примеры приводить, потому что информация закрытая, вот, то есть я не имею права их разглашать, вот. Но принцип там примерно такой же, то есть вот из элементиков строится сложная модель, да, ну, вот сейчас дальше посмотрим, что они тут делают, да, то есть вот и метод коммерческих элементов используется для того, чтобы промоделировать в пространстве поведения системы, вот. Но при этом возможности даже современных контроллеров пока не позволяют в реальном времени, например, делать такие расчеты. Вот поэтому они тут используют инструменты, связанные с… так, вопрос новый. Значит, они используют инструменты по редуцированию моделей. Так, каждая среда моделирования применяется определенной отрасли, или они все примерно одинаковые. Ну, на самом деле, вы должны определиться с тем… Ну, есть, как бы, например, IME-ZIM, да, и моделика, они моделируют системы безпространственного, то есть там это системы обычных дифференциальных уравнений. Вот все, что может быть описано системой обычных, обыкновенных дифференциальных уравнений, вам достаточно там взять IME-ZIM, например, для этого. Вот, есть там у того же Siemens, например, пакет SIM-T, он называется вот так, можете погуглить, если интересно. Сейчас, секунду. Значит, он уже больше ориентирован на промышленность, в нем похожий подход, как в IME-ZIM и моделики, да, но он больше ориентирован уже на промышленность. То есть там помимо каких-то физических сущностей, там еще можно моделировать, например, цифровые контроллеры, промышленные контроллеры. То есть там прям можно взять Siemens-овский контроллер, Siematic виртуальный, его прям в модель, короче, воткнуть, там у вас сразу появятся клеммы, к которым можно виртуально подключить реальный прибор. Там есть набор датчиков, тоже моделей датчиков, да, которые вы можете подключить. Там такое более уже технологическое моделирование. Вот, и вот как бы обычно у каждой компании, ну, там взять Siemens, например, Ansys, у них у каждой, там даже Matworks, даже если вы Matlab возьмете, там тоже есть пакеты такого мультифизического моделирования, где можно разные компоненты, там, электротехника, гидравлика, пневматика, там у них тоже есть. Вот, но вот, там, если брать Siemens, да, у них более такое приближенное к реальности. То есть там в чем преимущество Siemens-T, в отличие от EME-ZIM и Matlab? Потому что вы можете, там, по нажатию кнопки сразу же сгенерировать программу для программированного контроллера Siemens-овского, да, и загрузить ее в реальную систему, которая будет сразу же, там, делать оценку, оптимизацию в реальном времени. То есть это, в конечном счете, если у вас уже на поток поставлена вот эта работа с моделями, да, вы уже можете, освоив этот пакет, просто на лету вот этих двойников формировать. Но понятно, что вы будете заточены под конкретного производителя, там, под Siemens, например. Вот, тут как бы вопрос, да, надо понимать, что каждый пакет умеет, то есть у каждого пакета свой, свой скоуп, то есть своя область применения. Вот, EME-ZIM, она больше вот именно для проектирования, то есть когда вы создаете какое-то сложное техническое изделие. Вот, Siemens-то это больше уже для технологических процессов, когда у вас, например, там всякие насосы, клапаны, какие-то емкости с жидкостью, вот, то есть без вот этих вот сложных электромагнитных каких-то взаимодействий, там, моделирования отдельных клапанов, там, конечно, этот пакет Siemens-то, например, не поможет. Вот, то есть есть целая градация этих пакетов, там, от самых абстрактных, там, ну, самый такой абстрактный это MATLAB, он, как бы, такой чисто научный. Вот, самый такой, ну, приближенный, который мне известен, да, это CMT, это прямо вот уже близко к программированным логическим контроллерам, к датчикам, там, к исполнительным механизмам, то есть там уже все готово, и вы просто из них собираетесь. Но если там что-то не хватает, вы замучаетесь, короче говоря, делать что-то свое. То есть там можно, да, сделать свой блок, там, ну, там, в каком-то своем языке это писать, чуть ли не на фортране, там, или на чем-то, вот. То есть в этом плане, конечно, вот с точки зрения гибкости IMEZ, он где-то вот в такой серединке находится, да, то есть он вполне себе промышленный пакет, вот, но при этом не настолько промышленный, как CMT, чтобы сделать, чтобы можно было на основе него что-то полезное сделать, да, то есть он может сгенерировать, например, сишный код, более-менее приличный, загрузить его в контроль. Ну, например, вот сейчас даже, не знаю, попробую найти. Значит, есть такая, не знаю, получится сейчас или нет. Короче, у Siemens сейчас выпущен новый тип контроллера, который позволяет модели IMEZ напрямую загружать в программированный контроллер, там, через облако. То есть там внутри облака происходит трансформация вашей модели в программный код контроллера и загрузка этой программы внутрь. То есть то, чем был, например, силен CMT, да, то есть создание некоторого уже готового продукта. Сейчас даже вот IMEZ уже для последних там поколений, вот у них-то есть такая штука, Industrial Watch называется. Это, короче говоря, по сути, App Store для программируемых логических контроллеров. То есть у вас есть некоторая облака, где вы магазин приложений, в нем покупаете приложение и загружаете его в программируемый контроллер. Вот, но я не знаю, будет он тут или нет. Смысл в том, что вы покупаете, да, вот типа покупаете в магазине приложений, вот как здесь, да, покупаете какой-нибудь там дэшборд красивенький, который что-то там считает. Вот, загружаете его, то есть без какого-либо программирования. Вот, и у них, в частности, есть как раз адаптер. То есть у них там, по сути, внутри контроллера крутится докеровский контейнер. В этот контейнер вы можете загружать приложение. Вот, и примерно так же этот IMEZim позволяет модели за IMEZim загрузить прямо внутрь этого контроллера. Там, в облаке у вас создается некоторый докер-контейнер, который загружается внутри этого контроллера. Сейчас тоже такая фишка у Siemens, вот эти H-устройства, но не только у Siemens, у многих сейчас. Вот, и, кстати, там тоже, по-моему, и с MATLAB есть, и есть с OpenModelik. То есть на самом деле, вот, есть такое некоторое облако всяких интересных идей, да, там, моделика, там, цифровые двойники и прочее, которые сейчас вот по-разному там маркетологи жонглируют. Но в целом сейчас даже ничего не надо программировать, вы даже MATLAB можете взять и по кнопочке загрузить модель внутрь контроллера. Да, вам придется специальный контроллер купить, который чуть подороже, чем обычный, но при этом как бы через облако, да, вы еще обязательно эту модель через облако пропустите какое-то, Siemens'овое, да, то есть непонятно, кто там будет эту вашу модель потом смотреть, анализировать ее, вот. То есть если вас это все не пугает, вы можете вот, да, там, без каких-то сложных телодвижений сделать такие хитрые манипуляции. Вот, ну это то, что касается моделики. Так, и что-то там еще второй был вопрос по поводу, так, по поводу MATLAB, да, Areval. Ну понятно, использовать SimsKey под MATLAB, да. То есть у MATLAB тоже есть элементы, есть даже PLC-кодер, у них есть такой компонент, который позволяет вам сгенерировать программный код. MATLAB тоже пытается сейчас двигаться в этом направлении, но MATLAB усложнее. Как бы компания Siemens там, она всегда занималась промышленными системами, и ей гораздо проще выйти на этот рынок, да, чем MATLAB. У них есть экспертиза, есть специалисты, у MATLAB всеми сложнее. Но есть, да, там, другие компании, которые там не так сильны в промышленности, которые там, стартапы разные, да, которые там берут MATLAB просто потому, что, ну, с ним проще. То есть там он дешевле и с ним проще, меньше возни, вот, чем Siemens. Ну тут вопрос, на самом деле, уже к тому, где вы конкретно работаете, то есть какой конкретно у вас используется продукт. Вот, поэтому, да, пакетов много. Мы рассматриваем один пример, ANSYS, MODELON, да, две компании. Вот, но есть и другие компании, есть компания Siemens, есть компания MATWORKS, есть Wolfram тоже, у них есть свой пакет на базе моделики. Но принципы одни и те же. То есть вы увидите вот такие же компоненты, из которых собирается модель, вот, которые потом используются для построения системы управления. Вот, ну вот здесь пример еще приводится для того, касающегося вот как раз моделирования датчика, который определяет скорость вращения колеса. То есть это такое кольцо из зубьев состоящее, которое, вращаясь в электромагнитном поле, создает, сейчас посмотрим, где тут, вот, да, то есть у него такие зубчики, да, то есть есть электромагнит, датчик, и есть зубья, они выполняют роль сердечника, да, в электромагните. Вот, и вращаясь, там создается разное воздушное поле, да, которое в результате создает, ну, на датчике, на электрическом, да, то есть пропускается ток через датчик переменный, появляется там некоторое магнитное поле, да, в этом датчике, вот, и за счет того, что здесь вращается еще некоторое колесо, вернее, некоторая шестеренка, которая на колесо насажена, да, этот датчик при пропускании через него электрического тока, там возникают помехи по мере вращения, вот, и по этим помехам, ну, это некоторые синусоиды, по ним можно определить, с какой скоростью вращается ваше колесо. Вот, собственно, в этом идея, да, в идее в том, что они моделируют, в этом конечных элементах моделируют вот это вот колесо, то есть его пространственное распределение, да, потом строят по этой модели некоторые, вот они называют его каптейбл, то есть некоторая табличка того, как электромагнитное поле меняется в зависимости от угла поворота этого колеса, вот, и используют дальше эту модель для того, чтобы, вот они ее встраивают внутрь уже общей модели, значит, ну, здесь, понятно, электромагнитный клапан, тоже, как некоторые через лукап табличку, да, то есть некоторые, то есть по распределенной пространственной модели они строят некоторую таблицу значений, да, того, как, например, вот, подавая какой ток, как будет сила перемещения, да, дальше они используют эту силу перемещения уже при моделировании механики, да, вот тут элемент связан с моделированием механики, тут вот у них пружина, которая обратно заталкивает этот клапан, да, при отключении электричества, вот, и это позволяет им выдавать уже положение клапана, да, значит, дальше там будет, отдельно они моделируют датчик вращения колеса, тоже дальше там пошло, а, нет, это, наверное, это тормозная колодка все-таки, брейкпад, да, то есть вот у них, короче, устроят всякие кривые поверхности на основе вот этой пространственной модели, давайте посмотрим, что это такое тут, значит, значит, вращение, да, дальше давление внутри тормозной системы, да, и V-Rate, по-моему, частота, по-моему, это либо что-то связанное с силой торможения, короче говоря, с какой силой он воздействует на колесо, то есть тоже некоторая такая поверхность кривая, нелинейная, которую они получили в результате моделирования вот таких вот пространственных систем, вот, ну и дальше они тут еще моделируют уже систему управления, да, то есть педаль, человек нажимает на педаль автомобиля, тут есть какой-то бустер они моделируют, да, который влияет уже на гидравлическую систему, да, ну вот тут они моделируют уже на языке моделика, описывают эту систему, то есть у них есть вот эта педаль, куда подается сигнал, да, нажатие, в сути, человек нажимает на педаль, это тоже некоторая масса, значит, тут есть пружинки всякие, есть какая-то тоже гидравлическая система, пошла, да, клапан, который создает давление в гидравлической системе. В общем, тут какие-то компоненты механические, которые позволяют вам промоделировать вот этот процесс нажатия на педаль. И здесь еще, видимо, есть какие-то датчики, которые показывают, передаются в систему управления. В общем, тут на самом деле интересно как раз здесь то, что вот как строится эта модель, то есть она вот из таких простых компонентов собирается, в результате получается достаточно сложная навороченная система, в том числе они тут, видите, уже какие-то клапаны пошли, то есть это, на самом деле, упрощенные системы, да, они объединяются в общие блоки, потом сверху навешиваются еще дополнительные всякие системы, какие-то датчики подвешиваются, то есть, например, за вот этой системой стоит там целая система гидравлики, да, то есть, ну, примерно вот такая, которая тут моделировалась, да, вот здесь где-то, то есть, состоящая из конвертера, из электромагнитного клапана, из, что-то у них еще тут, из какой-то механической подсистемы, да, она, в общем, объединяется в некоторую уже гидравлическую подсистему, вот, потом эти гидравлические подсистемы сверху еще обвешиваются какими-то компонентами, вот, в конце концов, тут у них появляется еще, что это у них, это у них вот пневмоническая гидравлическая система, да, то есть, тут уже куча всяких булочков появляется, они тут еще какие-то конечные автоматы вводят, то есть, это уже алгоритм управления системы, они тут моделируют через конечный автомат. Ну, там смысл в том, что когда у вас резко падает ускорение, ну, то есть, грубо говоря, когда у вас возникает блокировка колеса, вы это можете отловить по акселерометру. То есть у вас датчик ускорения покажет, что у вас резко торможение сократилось, да, ну, либо при разгоне, например, у вас разгон резко упал. То есть ускорение проваливается по значению. И это значение используется для того, чтобы пороговый, для того, чтобы там некоторый конечный автомат реализовать. Вот они тут тоже в этом пакете моделируют систему управления через конечный автомат. Все это, короче говоря, сюда наклеивают. Тут еще приделывают они вот механическую модель автомобиля, то есть колесо, да, там система торможения, которая на это колесо действует, которая на выходе будет там... Ну, это, на самом деле, некоторая модель автомобиля упрощенная, при том, что у вас все четыре колеса ведутся одинаково. На выходе они будут получать некоторые... Что они тут получают на выходе? неважно, что они там получают. Короче говоря, на выходе они получают скорость движения автомобиля, скорость вращения колес, ко всему прочему еще. Вот. И еще они тут моделируют систему управления, да, вот через некоторый тоже какой-то пакет, который моделирует управляющий контроллер. То есть вот этот вот конечный автомат они тут реализуют. Вот. В конце концов, они все это собирают в одну кучу, да, и получают вот уже финальные переходные процессы, да, вот они могут теперь проводить разные эксперименты на такой сложной модели. То есть, грубо говоря, скорость движения автомобиля, да, скорость вращения колеса, видите, она не равна друг другу, да. Вот проскальзывание колеса, то, что связано с блокировкой. То есть в определенный момент происходит блокировка колеса, включается антиблокировочная система, и начинается такое характерное дребезжание, если кто пытался на скорости затормозить на машине. Бой, достаточно интересный эффект работы антиблокировочной системы. Вот. Здесь показано, да, что вот в целом эта система выглядит реалистично, по крайней мере, так, на чисто интуитивном уровне. Вот. Для чего они это используют? Они начинают проводить разные эксперименты, моделировать, как, например, ну, например, они только моделируют то, что отломался, отломался один зубчик у датчика, да, вот здесь. Здесь он повредился, здесь отломался. Вот. Смотрят, как, например, будет вести себя система при этом, да. То есть вот они тут, другая кривая торможения, да, то есть датчик начинает врать. Или что это у нас? Это у нас... А, это нормальное торможение, да, вот торможение с... Сейчас. Это, наверное, было нормальное торможение. А вот торможение, по-моему, с отломившимся зубчиком у датчика, да, то есть система управления получается уже... Да, видите, при отказе системы АБС, да, то есть уже нет вот этого вот дребезжания, которое связано с АБС-системой, то есть система колеса уходит, видите, в блокировку в полную, вот, и резко падает торможение, да, системы. То есть, хоп, она провалилась, все. Так, ну и, соответственно, скорость там чуть подольше. То есть, если сравнить, тут у них... Они остановились где-то на 2,7, да, а здесь они, по-моему, остановились на... Чуть-чуть меньше 2,5, да, то есть где-то полсекунды они потеряли за счет того, что вот у них вышла из строя система. Вот, ну и такая, такого рода модель, она дальше у них используется уже при построении системы диагностики. Ну, про это тут уже ничего не сказано, да, но мы поверим им на сухо. Вот, ну, кстати, вот показано при красотах, когда отламывается элемент конструкции, да, датчика, этого электромагнитного, да, что происходит? То есть появляются такие вот биения, и тоже система начинает работать немного хуже, правда, тут непонятно, с чем они сравнивают. Наверное, вот с этим. То есть они где-то в одну секунду затормозили, да, здесь в одну секунду тоже затормозили, но при этом показали, что, да, вроде хуже не стало, да, но при этом вот поведение системы изменилось. Вот, то есть по таким вот, то есть у датчика есть запас устойчивости, грубо говоря, да, то есть можно несколько зубов обломить, и все равно оно будет нормально работать. Вот, но можно уже заранее понять, что ваша, например, система вышла из строя, вот просто по вот этим вот пульсациям. Ну, достаточно интересно, короче говоря. Так, это, значит, был первый, первый пример системы, да, давайте кратко просто пробежимся сейчас по остальным оставшееся время. Значит, второй пример – это тоже такой интересный проект американский, значит, стартап, значит, по созданию альтернативного источника энергии на базе кайта. То есть, грубо говоря, это такой некоторый, ну, немножко похоже на воздушный змей, который привязывается к земле, да, и там летает по некоторой траектории. На нем установлены генераторы. То есть в процессе полета он, получается, летит не за счет того, что у него вентиляторы крутятся, да, летит за счет, как воздушный змей, то есть он привязан к земле, да, за счет этого, там, набегающий поток ветра его пытается в другую сторону, вот, и вот некоторая точка равновесия выстраивается, да, после которой он, как бы, зависает в воздухе, но, на самом деле, он не зависает, но там по траектории некоторые летают, вот, и при этом за счет того, что он летает от силы ветра, у него еще есть вот вентиляторы, которые крутятся и вырабатывают электричество. Вот такая идея генератор такой электростанции, которая просто в ковушек привязывается к земле, да, и на нем летает некоторый самолетик, да, ну, система, на самом деле, реальная. Так, сейчас попробую показать. Значит, вот она, например, вот так выглядит. То есть это реально действующая система, но, на самом деле, там история совершенно трагичная, грустная. То есть был там активист, который все это развивал, этот стартап, вот. Они дошли до внедрения, то есть они построили первую электростанцию в открытом море, там, ну, для США, вот. Но по невыясненным причинам произошла катастрофа, значит, этот кайт, короче говоря, там, система управления не справилась, и он, короче, рухнул в воду, вот, и пропал, короче говоря. И там все инвестиции, которые были вложены в это, они сгорели, вот. И там вторая трагическая ситуация, потому что там погиб вот этот товарищ, он, в смысле, он не на этом кайте, конечно, летал, погиб, вот, он там по другим причинам погиб, вот, он экстремальные виды спорта любил, вот. И после этого, как бы, проект развалился, то есть компания обанкротилась, ее там, до банкротства ее купил Google, они пытались тоже внедрить эту технологию, то есть залезть в промышленность, да, через эту технологию. Вот, то есть у них был вот этот вот экспериментальный образец, они его поставили прямо в море, у них существовал, вот. Но вот из-за этой катастрофы, из-за смерти, там, генерального директора, условно говоря, да, этой компании, все это, короче, развалилось, и закончилось это тем, что они просто выложили все, всю конструкторскую документацию, все исходные коды своей системы управления, и не только системы управления, вообще всей бортовой системы этого кайта выложили в открытый доступ. Вот, это очень интересно нам, как людям, которые занимаются образованием, да, что мы можем использовать эту информацию для того, чтобы показать вам, как возможно строится реальная система, реально действующая система. Ну, вот этот товарищ, который погиб, да, в 2014 году, значит, его последователи, они просто взяли и выложили. На самом деле тут очень много чего написано, тут написано про то, как они это придумывали, как они пришли к этой идее, какие вообще перспективы у этой идеи, этих кайтов энергетических, энергокайтов. Вот, ну, нас интересует, конечно, ну, вот можно так посмотреть чисто описание, да, этой системы. Ну, то есть тут достаточно детально описывается конструкция этого кайта, то есть из чего она состоит. Тут разные характеристики его приводятся, описываются в том числе кривые. Вот, как бы такие кривые вы на самом деле нигде не найдете по каким-то реальным продуктам, потому что это обычно коммерческая тайна. Интерес именно в том, что здесь товарищи, так как они обанкротились, они просто это все в открытый доступ выложили, потому что никто не захотел их покупать. Не знаю, почему, насколько она была перспективна, но, тем не менее, да, стартапы иногда прогорают. Вот, они прогорели и просто выложили все это в открытый доступ. Это достаточно необычная политика в бизнесе, вот. Но это достаточно детально описывает, как эта система управления устроена, да, то есть все эксперименты, вся конструкторская документация, вот как они его строили, как они его испытывали. Вот, ну и нам интересно, например, вот автопилот, да, то есть как у них устроена система управления для работы. Вот, ну в чем тут интересная идея, да, что у них вот система строится по принципу, как бы иерархическому, то есть у них есть несколько уровней иерархических от наиболее сложного высокоуровневого, да, до низкого уровня. Вот, то есть высокоуровневый, то есть у них основное действие в том, что у вас, когда привязан этот кайт на тросе, да, он у вас крутится по, ну как бы крутится по некоторой траектории. Вот они для своей версии, той версии, которую они делали, они выбрали, как я пишу, самый простой вариант, это как бы полет по круглой траектории, идеально круглой траектории, но при этом у них есть некоторый элемент адаптации, как раз один из тех, которые мы с вами рассматривали, это гейнскедулинг, то есть управление, вернее, плейбук это называется у них, называется это плейбук, но на самом деле это просто некоторая точка задания, то есть у вас есть некоторая идея стоит в том, что у вас есть круглая траектория, да, но вот эта круглая траектория, она в реальности не совсем круглая, она зависит от угла атаки, то есть, вернее, не от угла атаки, она зависит от скорости ветра. В зависимости от того, какая у вас скорость ветра, у вас будет, соответственно, разный угол кривизны вот этой окружности. Вот, и в реальности у вас ветер, он не постоянный, он у вас порылами действует, да, Поэтому в реальности он у вас двигается не по окружности, а он двигается по некоторой сложной траектории, зависящей от того, какая сейчас сила ветра. Как сила ветра меняется во времени. То есть такая адаптивная система, которая измеряет силу ветра, это можно померить, и в зависимости от силы ветра она меняет референс-точку, то есть то, что у вас, помните, был сигнал G в теории управления, G, сигнал задания. Вот они динамически меняют сигнал задания, исходя из того, какая у вас скорость ветра сейчас находится. И это вот такой простейший у них принцип адаптации в их системе, который позволяет им адаптироваться к изменяющей скорости ветра. И дополнительно они еще от скорости ветра, по-моему, меняют угол атаки. То есть угол атаки по отношению к ветру. То есть он двигается не перпендикулярно ветру, а он двигается под некоторым углом. То есть, с одной стороны, чтобы, ну, то есть, грубо говоря, чтобы максимально эффективно отловить силу ветра, да, то есть преобразовать ее в электрическую энергию, которая потом там по этому кабелю возвращается уже на аккумуляторную батарею. Вот. И у них вот есть такие, они называют это плейбуки, на самом деле это просто таблица значений. То есть у вас есть угол атаки, есть кривизна вот этой вот окружности. И она зависит от ветра. Вот. Дальше они передают вот эти параметры внутрь следующего контроллера. Это контроллер, связанный с управлением движением, то есть управление траекторией. То есть у вас есть уже теперь траектория. Известна кривизна этой траектории, вот этой окружности, да, и известен угол атаки, под каким углом нужно, грубо говоря, двигаться к ветру. Вот. Эти два параметра используют для того, чтобы вот эта система pass control, она, исходя из этих параметров, регулировала, ну так, управляла, например, элеронами самолета, ну вот этого кайта, да, для того, чтобы он летел по нужной заданной траектории. Вот понятно, что так как эта траектория меняется во времени, то есть эти два параметра, угол атаки и кривизна, она меняется во времени, да, исходя из того, как меняется скорость ветра. То есть, соответственно, вот этот pass control, он тоже получает только мгновенные значения, мгновенные параметры, да, Но эти параметры могут меняться во времени, поэтому в целом он тоже, как бы, по сути, управляет такой сложной траекторией, форма которой зависит от скорости ветра в каждый момент времени. Вот. Дальше есть еще, вот у них более простые, это Kinematics. Сейчас, что они тут делают? Они управляют уже кривизной, ну, как бы, грубо говоря, этот контроллер, он, получается, преобразует сигналы, вот эти параметры высокоуровня, да, полученные с Playbook, он преобразует их, по сути, в то, как нужно скорректировать движение в данный конкретный момент времени. Вот. И следующий контроллер, он уже использует эти параметры, как входные, для того, чтобы выдать некоторый набор управляющих воздействий для отдельных подсистем. То есть у них есть, ну, как в авиации, там, эральное, то есть продольное и поперечное, да, регулирование. То есть у вас может кайт вращаться относительно продольной оси и относительно поперечной оси. Соответственно, есть два отдельных контроллера, которые управляются с помощью общего контроллера. То есть он, по сути, делает преобразование вот этих вот корректировок кривизны движения, да, по этой траектории в конкретное управление, насколько нужно, там, грубо говоря, повернуть его по продольной оси и по оси перпендикулярно. Потому что самолет, как бы, вы поворачиваете, ну, все представили себе самолет, вспоминаем, как мы летим, да, вы поворачиваете, там, направо, он немножко наклоняется, потихоньку, медленно начинает, там, разворачиваться, да. Соответственно, у вас есть всегда некоторая инерционность, есть некоторый лак. Вот, для этого нужен как раз вот элемент контроллера кинематики, чтобы управлять, вот, выдавать конкретные указания этим вот уже конкретным контроллером, который, там, начинает управлять поворотом влево-вправо. Вот, и дальше есть еще уже совсем, ну, и, соответственно, уже есть непосредственно исполнительные механизмы, да, которые либо там закрылки меняют, либо у них еще есть моторы сюда встроены. То есть вот эти моторы, они не только как генераторы используются, они еще используются и как некоторые силы движущие. Например, когда у вас кайт находится на старте, да, у вас этот мотор должен просто как вертолет, короче говоря, он взлетает, вот этот кайт. Вот, а потом, когда он уже выходит наверх, да, он начинает подстраиваться под силу ветра, и уже эти моторы переключаются в режим генерации. Вот, поэтому у них, но в целом, в процессе управления вы также можете их тоже использовать как некоторый дополнительный исполнительный механизм, да, то есть в нужный момент, если вы чувствуете, что у вас кайт начинает там падать, вы можете, конечно, включить эти моторы и тоже с помощью них управлять. Но при этом основным у вас являются вот эти вот флап, да, то есть это закрылки, которые, по сути, в воздушном потоке позволяют вам настраиваться. Вот, ну, дальше там пошли уже детали, наверное, сейчас мы уже не будем их рассматривать, потому что тут достаточно много информации. Вот, могу сказать, что, на самом деле, тут есть еще ссылка на репозиторий в GitLab, где они, в GitHub, где можно, короче говоря, посмотреть прямо исходные коды всех этих контроллеров управляющих, как они устроены. Ну, вот вы можете видеть, что тут, на самом деле, очень похоже на ваши картинки из теории управления, да, как устроен контроллер. То есть тут компенсатор. Да, у них тут не только обратная связь, у них тут есть еще fit-forward control, то есть они пытаются с упряжнением управлять. Вот, ну, в общем, тут, короче говоря, вот просто раздолье для тех, кому это интересно, поковыряться, поразбираться, что из себя представляет вот этот самолет, да, как он устроен, как устроена система управления этого самолета. Вот, ну, тут есть разные режимы тоже, они рассматривают, где и как они управляются. В общем, тут для желающих поразбираться будет очень много возможности самостоятельно это поизучать. Вот, ну, и, соответственно, тут есть не только управление автопилота, да, тут есть еще многое другое полезное информация, в том числе, как они тестировали. То есть у них, например, есть в открытом доступе стенд, по сути, программа моделирования этого кайта, выполненная, по сути, цифровой двойник этого кайта. Вот, в общем, короче говоря, интересующиеся могут поизучать. Вот, и, наверное, еще один пример, но мы детально уже не успеем его рассмотреть. Это, короче говоря, питерская компания, они делают такие беспилотники. Ну, сразу скажу, что вот этот беспилотник, который мы сейчас будем рассматривать, он, на самом деле, имиджевый. То есть это не коммерческий продукт, вот, но он интересен тем, что он опенсорсный. То есть все исходники этого автомобиля, ну, в смысле бортовой системы этого автомобиля тоже можно найти в открытом доступе. К сожалению, конечно, в отличие вот от этих товарищей, которые здесь просто выложили всю конструкторскую документацию, да, на этот кайт. Это только первая часть, да, на самом деле там еще, по-моему, 5 или 6 частей вот этих отчетов. Кажется, по 500 страниц, короче говоря, огромная количество информации. Вот эти товарищи ничего не выложили, они только очень сильно пиарятся. Вот, но при этом они выложили исходные коды, то есть можно зайти в их репозиторий, прям тоже посмотреть, как и что, где устроено, там, не знаю, забуриться в систему управления, найти, соответственно, знакомые слова там. Продолжение следует...